Всех приветствую на моем канале. В данный момент на российском рынке с доступными автомобилями самая настоящая беда. В связи с мировым дефицитом автокомпонентов, в первую очередь микрочипов, стоимость всех автомобилей выросла очень значительно. Сегодня уже никого не удивляет ситуация, когда Lada Vesta в автосалоне продают за полтора миллиона рублей, а наиболее бюджетную гранту отдают более чем за миллион. Естественно, цены на новые машины становятся все менее и менее доступными для простых российских работяг, ведь их зарплата остается за годами фактически неизменной. Естественно, отечественный рынок в данный момент нуждается как в увеличении объема производства существующих моделей, так и в запуске производства совершенно новых машин. В настоящий момент многие ждут старта продаж рестайлинговой Lada Vesta и новой Lada Grand следующего поколения на базе платформы CMF BLS. Те, у кого с деньгами чуть получше, покупают их иностранных конкурентов, таких как Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Hyundai Solaris и Kia Rio. Однако в ближайшее время у всех этих моделей может появиться очень интересная бюджетная альтернатива. В России может начаться выпуск абсолютно нового для нашего рынка бюджетного седана B-класса. Новая машина будет построена на базе японской малолитражки Suzuki Ceas, которая ранее была представлена на рынках Китая и Индии. В прошлом эту модель компания Suzuki планировала привезти в нашу страну под своей маркой, однако что-то не срослось. В данный же момент выпускать его под брендом Suzuki в России практически бессмысленно, так как дилерская сеть этого производителя в нашей стране крайне ограничена. По мнению некоторых инсайдеров, новая модель в нашей стране может быть представлена под брендом Lada. Изображения подобного автомобиля, получившего фирменный ВАЗовский передок, недавно появились в сети. От исходного Suzuki такая машина отличается иной решеткой радиатора и другим бампером, несущим на себе фирменные иксы от Lada. Что касается названия модели, то пока что оно не было публично озвучено. Однако мои инсайдеры, работающие на автовазе, сообщают, что для новинки могут возродить легендарное имя Lada Priora. И это могло бы стать действительно правильным шагом, ведь у Priora в нашей стране есть огромное число почитателей. Сам автомобиль построен на базе платформы Suzuki SX4 прошлого поколения, что означает возможность оснастить автомобиль системой полного привода. На рынках Китая и Индии модель представлена исключительно в переднеприводном исполнении. Однако для России с ее суровыми климатическими условиями наверняка стоит ожидать и полноприводную модификацию. Габариты у новой потенциальной Lada Priora весьма внушительные. Длина кузова составляет 4545 мм, длина колесной базы 2650 мм, ширина 1730 мм, а объем багажного отделения 565 литров. Как мы видим, такой автомобиль заметно больше и вместительнее своих конкурентов по B-классу. В топовых исполнениях в машине положены светодиодные фары и 16-дюймовые великосплавные колесные диски. Но для начала я хочу вам порекомендовать один очень интересный автомобильный сайт. Это проект от отечественных разработчиков под названием 1000auto.ru. На сайте представлены все автомобили, которые есть в продаже или когда-либо продававшиеся в России, с ценами и комплектациями. По моему личному мнению, данный сайт просто не имеет конкурентов по уникальности контента и уровню его реализации. Фактически 1000auto.ru это каталог автомобилей, который поможет вам сравнить любые автомобили между собой и выбрать машину по вкусу. Ссылку на сайт 1000auto.ru я оставил в описании к этому ролику. Интерьер новинки даже будет иметь некоторые намеки на премиальность. Так, в дорогих комплектациях у машины будет двухцветная отделка салона, черный верх, светлый низ. Кроме того, здесь мы можем увидеть пластиковые вставки под дерево. Приборный щиток выполнен аналоговым. Однако между шкалами расположился цветной экран борт компьютера. На центральной консоли расположилась мультимедийная система с достаточно большим тачскрином. Она поддерживает интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto. Автомобили для России также должны получить поддержку сервисов от Яндекса. В базовом исполнении такая приора должна получить кондиционер, системы ABS, ESP, две подушки безопасности, а также подогрева сидений. За доплату будет предлагаться двухзонный климат-контроль, полный набор теплых опций, отделка салона из эко-кожи и шесть подушек безопасности. Сам салон получился очень вместительным. Как мы видим, у машины просто огромное пространство для ног задних пассажиров. По технической же части новая приора будет достаточно простым автомобилем. Спереди у нее подвеска типа Макферсон, а сзади полузависимая балка. Если же на наш рынок все-таки будет выпущена полноприводная модификация, то она получит заднюю многорычажку, аналогичную старому SX4. Моторная гамма японского прообраза на различных рынках достаточно широкая. В Китае под маркой Suzuki она предлагается с мотором 1.6 на 122 л.с., который сочетается с пятиступенчатой механикой или шестиступенчатым автоматом. В Индии машина представлена атмосферником 1.4 на 92 л.с. и фиатовским турботизелем 1.3 на 90 л.с. В качестве трансмиссии для бензиновой модификации пятиступенчатая механика либо четырехступенчатый автомат. А дизель предложен с безальтернативной механикой. Также последнюю пару лет компанию им составляет новый мотор серии K15B, имеющий объем 1.5 л.с. и развивающий 105 л.с. и 138 ньютон-метров. Машина, оснащенная таким двигателем, является мягким гибридом и имеет встроенный стартер-генератор, который запасает энергию при торможении. Что касается России, то здесь будет естественно собственная моторная гамма. Чтобы снизить стартовую стоимость автомобиля, он может получить вазовский мотор 1.6 на 100 л.с., сочетаться который будет с пятиступенчатой механикой от все того же автоваза. За доплату может предлагаться связка из ниссанского мотора 1.6 на 104 л.с. и вариатора джатка GF015E. А вот по-настоящему интересной на нашем рынке может стать дизельная модификация, силовая установка которой будет аналогично оной у индийской модификации. Иначе говоря, это будет все тот же фиатовский турбодизель, имеющий объем 1.3 л.с. на 90 л.с. Такое исполнение может стать крайне востребованным в сервисах такси и каршеринга, благодаря очень низкому расходу топлива. В будущем возможны появления и наиболее мощных версий, например, оснащенных мотором Рено 1.33 л.с. на 150 л.с., выдающая 250 метров крутящего момента. Сочетаться такой двигатель может с вариатором джатка GF016E. Именно такие машины и могут получить систему полного привода. На российском рынке автомобиль может стать доступной альтернативой для Lada Grante и Lada Vesta. О том, где будет производиться сборка модели, пока точной информации нет. Называется как одна из второстепенных линий основного конвейера АвтоВАЗа, так и завод Toyota Motor под Санкт-Петербургом. Как это странно не звучало бы. Ведь, по имеющейся информации, данную модель также планируют производить под брендом Toyota. В настоящий момент между Suzuki и Toyota действуют достаточно тесные партнерские связи. Многие бюджетные модели от Suzuki получили своих клонов под маркой Toyota. Собственно, было бы логично и в России продавать эту модель под известным японским брендом, который так высоко котируется в нашей стране. Очевидно, что в руководстве компании Toyota не хотят предлагать под своей маркой столь доступную модель. Связывают это с нежеланием ухудшить имидж марки, ведь в нашей стране Toyota это фактически премиум. Очевидно, что здесь ориентируются на неудачный опыт Renault в нашей стране. Ведь, если в Европе последняя продает свои бюджетные модели под маркой Dacia, то у нас свои Logan и Duster она сразу представила как непосредственно Renault. В результате чего у бренда сложился крайне бюджетный имидж. Пожалуй, у нас Renault воспринимается не сильно престижнее, чем Lada. Именно поэтому в нашей стране Toyota и Suzuki могут договориться с концерном Renault-Nissan о том, чтобы продавать свой бюджетный седан в нашей стране именно под маркой Lada. О ценах пока говорить рано. В Индии, например, самая дорогая модификация, а именно мягкий гибрид, стартует в рублевом эквиваленте от 790 тысяч рублей. У нас в стране, по всей видимости, машина будет заметно дороже. Стоит ориентироваться на базовую цену на уровне 1 миллион 100 тысяч рублей. Топовые же дизельные модификации могут стоить приблизительно 1,5-1,6 миллионов рублей. Их высокую стоимость, в первую очередь, обосновывают необходимостью импорта дорогого дизельного двигателя из Европы. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам новинка. Нравится или нет и почему? Будете ли вы ее ждать? Купите ли для себя? Ну и конечно же пишите, гордитесь ли вы России и нашим автопромам. А заодно подписывайтесь на мой канал и мой инстаграм, чтобы быть в курсе всех актуальных новостей автопрома. На этом у меня все. Огромное вам спасибо за просмотр, не болейте и до встречи в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok